МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тревожная кнопка снова нажата. В эфире ОНТ еженедельный итоговый выпуск криминальных новостей и резонансных происшествий. В студии Сергей Лопаницын. Здравствуйте. И сегодня в программе. То, о чём до сих пор стыдно говорить. И те, кто лишают наших детей детства. На что они ловят ребёнка? И как ловят их самих? Педофилы, к сожалению, к нашим, они неплохие психологи. Они умеют ходить доверие к детям. Что случится, если сказать нет человеку, который не умеет принимать отказ? Смерть? Травма носит криминальный характер. И мошенники по-прежнему людей разводящие. На деньги, на доверие и даже на онлайн-капитал. Схемы новые, результат старый. Теперь вы без денег. Каждую сумму, когда я выводила, он переводил к себе на карточку. А сейчас обо всём подробнее. Они умеют эмоционально подстроиться под любого человека. У них хороший контакт с детьми. Они легко угадывают, что нужно вашему ребёнку в конкретный момент жизни. Педофилы. Как работает их извращённый ум? Почему об этом стыдно говорить? И как распознать в собственном ребёнке, что случилась беда? В Гомельской области завершено расследование уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности и свободы детей и подростков. Весной 2015-го он выйдет из тюрьмы, в которую попадёт за изнасилование несовершеннолетнего. И поймёт, взрослые его больше не интересуют. Сначала встречи с мальчиками и девочками были виртуальными в соцсетях. Действовал одинаково. Входил в доверие. И заканчивал общение перепиской непристойного содержания. А потом отправлял порнографические рисунки, убеждая детей в ответ высылать ему снимки обнажённого тела. Тех, кого удавалось увлечь в ранние сексуальные отношения, приглашал домой. Внимание, забота, много говорил о дружбе. Дальше – дело техники. После совместного просмотра порно он склонял детей к сексу. Педофилы, к сожалению, к нашим, они неплохие психологи. Они умеют ходить в доверие к детям. Они проявляют в них внимание. Дети покупаются на внимание, которое многим им не хватает. Потому что часть детей, которые как раз-таки становятся жертвами педофилов, это дети из социально неполученных семей. Об этом стыдно говорить, об этом не принято говорить. И, соответственно, дети в этом и не признаются. И ещё их всегда просят о том, что давай у нас с тобой будут секретики. И ты, пожалуйста, никому больше не рассказывай. Но скрывать правду от семьи получалось не у всех. Узнав подробности тайных встреч, родители бросились в милицию. Потерпевшими по уголовному делу признали 12 жителей Гомельской области в возрасте до 16 лет. Самому маленькому из них было 10. Подозреваемый, которому 49, задержан. Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. В том числе развратное действие, насильственное действие сексуального характера, половое сношение с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, изготовление порнографических материалов с несовершеннолетними. Уголовное дело изучено прокурором и будет рассмотрено в закрытом судебном заседании. Такое, к сожалению, не редкость. Один из последних и самых резонансных случаев произошел на Кузбассе в соседней России. В одном из заброшенных домов Киселевска нашли тела двух пропавших школьниц. Их изнасиловали, а потом задушили. Предполагаемого убийцу быстро задержали. Им оказался 41-летний мужчина, ранее судимый за сексуальное насилие. Отсидев 10 лет, он тут же взялся за старое. Вы признаете себя виновным в совершении указанных преступлений? Да, признаю. Признаете полностью, частично? У таких людей часто обнаруживают нарушение мозговой деятельности. То есть, когда у нас у нормальных людей, взрослых, при виде ребенка мы чувствуем заботу, любовь. Так эти люди, к сожалению, ощущают половой инстинкт в это время. У них возникает социальное влечение к детям, поэтому они должны его реализовать. Одним из самых жестоких в мире среди маньяков-педофилов считается колумбиец Луис Альфредо Горовито по кличке Зверь. Он безнаказанно убивал и насиловал детей на протяжении 9 лет. На его счету немыслимое количество жертв – более 300. Многие так и не были опознаны. Суд приговорил Горовито к максимальному доступному наказанию – 40 годам лишения свободы. Эта история стала уроком для родителей всего мира. Детей нельзя ни на минуту упускать из виду. Мы попросили детей нарисовать портреты преступника. И вот что у нас получилось. Если ребенок стал скрытым, если ребенок боится большого скопления людей, если ребенок плохо реагирует на прощание, на расставание, например, с тем, кому он доверяет, если ребенок начинает вести себя неподобающим образом, он срывается. Или, например, вы заметили, что он резко уходит в алкоголь. Или, например, он не хочет идти в школу. Или, наоборот, он не хочет уходить из школы. Это уже повод задуматься о том, что что-то случилось. Эффективность расследования таких уголовных дел зависит от своевременного поступления информации. То есть, чем раньше вы обратитесь в милицию, зная о случаях сексуального насилия над детьми, тем больше шансов, что насильники и педофилы все-таки будут наказаны. Сказал «нет» и умер. Вопиющий случай произошел на неделе в столичной подземке. Молодой человек так яростно захочет внимания незнакомого мужчины в возрасте, что убьет его в ответ на отказ. Столичный переход станции метро «Пушкинская» и двое мужчин, один из которых агрессивный и крайне настойчиво пытается остановить второго. Ему так сильно нужна была компания утопить вечер в алкоголе, что он в буквальном смысле приставал к прохожим. Этому мужчине не повезло. Он ответит отказом на предложение о совместной пьянке и умрет. От нанесенных ударов потерпевший потеряет сознание. Обидчик же просто уйдет. В больнице скорой медицинской помощи был доставлен неизвестный мужчина в бессознательном состоянии. С черепно-мозговой травмой тяжелой степени. Травма носит криминальный характер. Не приходя в сознание, 58-летний пострадавший скончается в больнице. Приставалой окажется 35-летний житель Минского района. Его задержат и добавят в криминальную копилку очередное уголовное дело. Как можно собственноручно отдать выигрыш незнакомцу? Или история о попытке азартно заработать и в несколько кликов лишиться всего куша? Доверие за 500 рублей продолжит эфир «Тревожные кнопки». Одна из жительниц Витебска решила поправить свое финансовое положение азартными играми. Зарегистрировалась на специальном сайте. И даже привязала к счету свою банковскую карточку. Уже спустя некоторое время ее ожидал приятный сюрприз. Ей напишет незнакомец «Вы выиграли новенький смартфон». И дальше предложит ей выигрывать. Мол, есть способ. Женщина не могла упустить такую возможность. И предоставила новому знакомому доступ к собственному игровому счету. Получив эти данные, мужчина путем модификации компьютерной информации добавил свою карту, на которую теперь сам мог выводить деньги со счета Витебчанки. Более того, он рассказал доверчивой женщине, что на балансе всегда необходимо держать сумму не меньше, чем 50 рублей. Пока женщина ждала новенький смартфон и увеличение своего капитала, ее деньги уходили на карту мужчины. Каждую сумму, когда я выводила, он переводил к себе на карточку. Наглую, ну, выводил. Выигрыши женщины он тратил на собственные нужды. А то, что ей воспользовались, Витебчанка поняла только спустя несколько месяцев. Месяц-два в общей сумме он вывел у меня 500 рублей. Я с ним связывалась, объясняла, что если он не вернет деньги, я буду обращаться в правоохранительный уровень. В ответ не было ничего. Милиция нашла ушлого бизнесмена. Им оказался 19-летний парень. Возбуждено уголовное дело. Тревожная кнопка продолжает эфир ОНТ. И вторую часть программы мы откроем аварийным автодайджестом. Выезды на встречную и на красный. Пешеходы на дороге и вне дороги, но все равно под колесами авто. Лобовые столкновения. Все, что повторять опасно для жизни, покажем прямо сейчас. В Гомельское МЧС ранним утром поступит тревожный звонок от инспекторов ГАИ. Страшное ДТП на одной из улиц города. ДТП зажало человеку машину. Там грузовой и легковой. В легковом зажало. Водитель легковушки был пьян. Потерял управление и влетел под грузовик. Его зажало в салоне. Спасатели вытащили мужчину из искореженного авто и передали медикам. Он в больнице. Одна из столичных улиц. Этому пешеходу не терпится оказаться на противоположной стороне дороги. Мужчина побежит сквозь поток машин. Секунда, и он отлетит от удара. К счастью, серьезных травм нет. Но без госпитализации не обошлось. Аналогичный случай произошел и в Бобруйске. Здесь перебежать дорогу в неустановленном месте решит 38-летняя женщина. И моментально окажется под колесами. Женщина была пьяна. Сейчас она тоже находится в больнице. А в Гродно жертвой ДТП станет пешеход вне проезжей части. Опель въедет в остановку, на которой находился человек. После этого автомобиль вернется на дорогу и столкнется со своим тезкой. Пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии. Во втором Опеле находилась девушка с 9-месячным ребенком. Снова столица Мерседес при повороте налево не уступит дорогу встречному Рено. Результат – гарантированное столкновение. Водитель француза госпитализирована. Проводится проверка. Это Лидский район. ГАЗ не справится с управлением. Выезд на встречку и лобовое столкновение с Фольксвагеном. 26-летний водитель немца с множественными травмами доставлен в больницу. К слову, автомобиль он приобрел несколько дней назад. В первой части нашей программы мы уже рассказали историю о мошеннике, жертвой которого, благодаря милиции, стала всего одна женщина. Однако, если взять только столичную статистику за последние два месяца, то цифры гораздо внушительнее. Более 600 уголовных дел возбуждено по фактам кибермошенничества. Мы в очередной раз покажем, как исчезают ваши деньги с ваших же карт. Ежедневно из каждого утюга нас предупреждают о мошенниках, инструктируя, как не попасться на их уловки. Но, несмотря на всю профилактику, рост преступлений путем компьютерной техники не уменьшается. В топе хищений по-прежнему звонки лжесотрудников банков в различных мессенджерах. Мы рекомендуем в первую очередь установить защитную функцию, которая появилась в приложении Viber уже на протяжении около полугода. Это защита от личных звонков, которая позволяет пропускать вызовы, которые поступают от неизвестных вам контактов. Не сбавляет обороты и мошенничество на торговых онлайн-площадках, так называемый вишинг. Тут тоже все предельно ясно. Вы продаете, вам пишет якобы покупатель, который, конечно же, находится в другом городе, и поэтому приобретаемый товар обязательно нужно отправить по почте. А для этого перейти по ссылке, чтобы лже-покупатель перевел вам деньги за товар. Так случилось и с Ольгой, которая продавала аксессуар для смартфона. Написал человек, что хочет его купить, оплатить через онлайн, ну и тому подобное. Но получилось так, что он отправил какую-то ссылку непонятную. Там надо было ввести данные, фамилия, имя, отчество, а на следующий было ввести карточку, чтобы пришли деньги как будто. Девушка выполнила инструкции и в один клик лишилась всех своих денег. А дальше по стандартной схеме отправилась в блок. Он, получается, заблокировал меня, и просто я не могла ему написать. Никак. Девушка сразу же обратилась в милицию. Там объяснили, что же произошло. Такая ссылка может перевести вас обратно на сайт торговой площадки, либо же почты. Эффективные сайты выглядят идентично настоящим платформам. Отличия найдут самые внимательные. Ссылка содержит несколько лишних или неверных символов. Я не смотрела на буковки. Как-то получилось, что просто перешла и даже не смотрела, что там. Продажа наушников обошлась Ольге в 270 рублей. Это только капли в море украденных мошенниками денег. Поэтому следователи в очередной раз напоминают. Самое главное – это никому не передавать свои персональные данные, даже близким родственникам. Потому что зачастую умышленники также представляются какими-либо друзьями, либо близкими родственниками. Также иногда осуществляют взломы аккаунтов данных лиц и уже пишут от их имени с просьбой предоставить реквизиты карт. Чтобы завладеть деньгами, еще раз самое главное правило безопасности вашего кошелька – никому и никогда не сообщайте номер карты и тем более трехзначный код с обратной стороны. И никогда не отвечайте на звонки с сомнительных номеров, тем более и с другой стороны, и тем более в мессенджерах. Запомните, сотрудники банков никогда не звонят в соцсетях и никогда не узнают ваши личные данные по телефону. Алкоголь помогает или усугубляет? Герои, которых мы вам покажем далее, в один голос ответили бы «помогает». Добавить смелости, чтобы бить стекла, воровать, ну или избивать людей на худой конец. Главные дебоширы этой недели прямо сейчас в тревожной кнопке. Ранним утром в одной из могилевских IT-компаний сработает сигнализация. Кого обнаружат милиционеры возле здания? Здравствуйте, вы откуда? Работаю. А где работаете? Я не работаю. А что с охраной с ней сняли? Что? С охраной не сняли. Я не знаю. Разбитая входная дверь даст понять – мужчина лжет. Задерживай. После задержания он сразу же начнет оправдываться. Пояснил, что хотел попасть на работу, вступил под дверь и я. Такое могло бы случиться, если бы не одно «но». 27-летний сотрудник официально нигде не работает. В ту ночь был пьян. 1,3 промилля в крови. Истинную причину поступка объяснить так и не смог. В Светлогорскую милицию тоже поступит сообщение. Мужчина разгуливает по улице с ножом. Угрожает расправой родственникам и соседям. На место отправится патруль департамента охраны. На машину которого с разбега запрыгнет окровавленный дебошир. Хулигана задержали. Им оказался 32-летний местный житель. Несмотря на трезвость, объяснить причину подобного поведения тоже не смог. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. А в одном из столичных супермаркетов тревожную кнопку нажмут сотрудники. Исчез товар. Милиционеры отсмотрят видео с камер наблюдения и вычислят оригинального воришку. Он набирал продукты и сразу же складывал их в ячейки для хранения. После чего вносил украденные из магазина. Таким способом только в этот день 39-летний мужчина отоварился. Более чем на 380 рублей. Возбуждено уголовное дело. И снова столица. Только в этот раз тревожную кнопку нажмут в караоке. Молодые люди отмечали день рождения. Один из гостей начнет конфликтовать с девушкой-администратором. Слово за слово. И к выяснению отношений подключатся еще двое товарищей. Оскорбляя сотрудницу караоке. За коллегу заступится бармен. Но будет избит в ответ. Агрессивному зачинщику конфликта всего 20 лет. Катализатором снова стал алкоголь. В крови хулигана полтора промилле. Муж и жена – одна сатана. И если говорить о пороках, то в браке они только удваиваются. С этими пороками в итоге идут рука об руку. Как в Борисове, например, где супруги подвели друг друга к уголовному сроку. Что натворили? Подробности прямо сейчас. Сотрудников АБЭП заинтересует деятельность одного из мясоперерабатывающих предприятий Борисова. Как выяснилось, не зря. Директор брала взятки. А помогал ей в этом безработный супруг. Вместе они подстрекали коммерсантов к передаче незаконного вознаграждения за положительное решение вопроса по отгрузке мясной продукции. Например, за килограмм говядины семейная пара получала до 10 копеек. Сумма зависела от количества отгружаемого товара. Копеечка к копеечке они наворовали более чем на 12 тысяч рублей. Деньги всегда забирал мужчина в заранее оговоренных местах в Борисове и Жодино. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за получение взятки. Совершенная группа лиц по предварительному сговору. Во время обыска в доме у супругов оперативники нашли еще 8 тысяч долларов. Теперь паре грозит разлука до 10 лет лишения свободы. И если в прошлом эпизоде фигурировала говядина, то в эпизоде следующем жертвой преступления стала овца, которую не только украли, но и жестоко зарезали. Кто обнаружил Борисовского живодера? Экипаж ГАИ на ночном патрулировании встретит на дороге 56-летнего мужчину. С тачкой, в которой находилась тушь овцы. Выяснилось, что животное украли под покровом темноты и пытались перевезти в обычной тележке. Вооружившись ножом, злоумышленник отправился в соседнюю деревню. Он знал, на одном из подворий есть стадо овец. Мужчина зашел во двор, вынес из него одну овцу и зарезал. Чтобы перевезти тушь у животного, прихватил со двора и садовую тележку. В процессе транспортировки убитого животного на краденной тачке мужчину и заметили инспекторы. Он тут же признался, мясо планировал продать. Судьба тележки неизвестна. Зато известно, что следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Сразу после эфира тревожная кнопка будет доступна на официальном YouTube-канале. Ежедневно о чрезвычайных происшествиях мы рассказываем в нашем Telegram-канале и подводим итоги по пятницам на ОНТ. Оставайтесь зрителями, а не участниками нашей программы. И не бойтесь потревожить нас звонком, если стали очевидцами или свидетелями происшествий. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин